Привет моим девочкам, гостям моего канала. У меня теперь приветствие, как раньше. И самое интересное, я никогда не задумываюсь по поводу приветствия. Оно как-то само так говорится. Не знаю. Надо подумать. То есть видео у меня спонтанное, как вы поняли. Сейчас забрала Доминику из школы, и Нику ругали. Классный руководитель ругал Нику за обувь. В школу надо ходить, да, типа в темной обуви, под школьную форму. А мне дико нравится, когда девчонки и мальчишки. Очень стильно, когда школьная форма и кеды. Но вот такие вот, как у Никки. На самом деле купила я их сама себе, но пришел не мой размер, и в общем они достались судьбой у случая Доминики. Так же, как и мамина платья. Да, и платье заказала на Алиэкспресс, очень такое классное. 15 долларов всего, но оно по качеству прикольно. И оно такое маломерочка просто. И оно на Доминику. Поэтому, в общем, мои вещи уходят к ней, еще даже не поносив. Обувь заказала тоже через интернет. И теперь жду, вроде бы должны еще привезти там, где я заказываю, уже моего размера. Но они маломерят. Я заказывала 38, мне доставили 37, и они на Доминику. Очень прикольные. Мне теперь очень хочется, знаете как, скоро весна, хочется спортивный костюм, и желательно два разных. Я тоже один там нашла, он такого розового цвета. Не поверите, я не люблю розовый цвет, хотя, почему не поверите? Я думаю, многие из нас, из девушек, за 25 уже не любят розовый цвет. Я его не люблю, наверное, уже давно не люблю. Вот, такой, знаете, ну, розовый есть разный. Мне нравится розовый, вот как я хочу заказать спортивный костюм, такой пудровый. Он такой светло-розовенький. Ну, в общем, вам покажу, если закажу все-таки его. Я не люблю такой цвет розовый, как кукла Барби. Ну, в плане, вот этот цвет Барби, ярко-насыщенный розовый. Вот. Чего я начала говорить про розовый? Вообще непонятно. началось, что спортивный костюм. И один спортивный костюм хочу заказать, то есть два. Один такого яркого цвета, а второй такой или серый, или бежевый, или, может быть, белый даже. Не знаю, глянем. Один хочу тепленький, один такой более-менее. Ну, знаете, такой, не совсем теплый. Это все к весне. И вот кеды хочу, потому что кеды, это вообще базовая обувь, которую можно надевать и под классику, то есть брюки, и разбавлять, то есть это уже будет не совсем классика. Но вот мне нравится вот эта классика с кедами, как школьная форма тоже. Также под спортивные костюмы, под юбки, в общем, под все, что угодно. Они подходят. Сейчас мне нравятся новые тренды, и я просто кайфую. И сейчас обновляю себе гардероб. Вам пытаюсь снять, и никак не могу. Но вот сниму на днях про свои зимние вещи, про свое любимое пальто. Мы только с Никой подъехали к дому, и нас ждал курьер с посылкой от L'Oreal. Это уход, я думаю, за волосами, судя по названию. Эльсеф. Сейчас мы откроем и глянем, что здесь. Мне, кстати, нравится продукт L'Oreal, но для волос новинки. Я еще не пробовала. Так, здесь три продукта. Первое. Это маска с глиной использовать до мытья головы для волос жирных у корней. Так, что она дает нам? Дает она устранение излишнего кожного жира, оптимальный баланс кожи головы, интенсивное очищение, свежесть, легкость волос у корней. Попробую. Интересно, какой будет результат, эффект. Так, фокусируйся. Есть. Дальше. Увлажняющий бальзам. Я, кстати, бальзамы люблю. У меня волосы тонкие, и хорошо действуют любые бальзамы. А такая, я думаю, будет хорошо, потому что глина, она для лица хорошо, я думаю, для волос тоже. Но я буду пробовать, вам потом расскажу. Так как это новинка, я не знаю, как оно будет работать на моих именно волосах. Так, балансирующий шампунь уход. Для нормальных волос, склонных к жирности. Ну, я думаю, что с этим сталкивается каждый, потому что, например, у кого длинные волосы, это вообще проблема. У корней всегда быстрее, они жирнятся, а кончики остаются суховатыми. Так, а это у нас что? Ощутите настоящий ценность трех глин. О, бренд Эльсе от L'Oréal Paris дарит вам ритуал, очищающий и подтягивающий уход за телом. Так это сертификат, классно. В одном из лучших спа-салонов Киева. Touch Day Spa. Ой, класс. Длительность ритуала 1 час. В течение трех месяцев, до 30 апреля. Обязательно пойду, возьму вас с собой, посмотрим, что это за ритуал. И очень-очень люблю ритуалы такие. Знаю, что многие из вас, в принципе, так же, как и я, всегда ищут какой-то оптимальный уход для волос. У меня в основном это есть любимчики, но всегда я экспериментирую, чтобы волосы не привыкали, всегда надо менять. Вот, попробую. Йома, ложись, ложись. Я иду к тебе, давай, давай, залазь, я иду к тебе. У нас здесь два этажа. Первый этаж и второй. Банч, карта, партий, крат-кар. Здесь трактор типа проехался. Йома, ложись, покажи, как ты лежишь, покажи. Жень, Йома, ложись. Йома, ложись. Вот так вот мы лежим здесь. Ой, как страшно, страшно. Сейчас я тут крышу увеличу немножко. Ой. Нам здесь по душе. О-о-о. Вот так. Ика, ика. Да, малыш? О-ой. Трактор проехал, да. Приехали только что с Демидом с детского сада. Закрыла только дверь. Кто-то стучится. Думаю, кто это? А это посылочка. Курьер привез от L'Oreal вот такую красивую коробку. И тут что-то светится. Очень здорово. Это новая тушь. Тут написано экстремальный объем, длина экстремальная и, в общем, экстремальные ресницы. Я проверю, вам расскажу, покажу. Но мне интересно, что же это светится. Или это часы, или какая-то подставочка. По-моему, в виде звездочки. Сейчас глянем. Опа. Ух ты. Ух ты. Так. Это на магнитике. А это... Ух ты, класс. Это звезда. Для видео можно использовать. Можно использовать как декор. Можно использовать просто как лампу. Да, Дюмя понравилась. Твоя, твоя, да. Красивая? Как ночничок. Очень красивая. Дай-ка я покажу. И потом тебе дам. Хорошо? Вот, смотрите. Как здорово. Вот так. Все, все. Дюма все рушит теперь. И сегодня же я вечером иду с подругой, встречаюсь. Попробую эту тушь для ресниц. Посмотрим на ее результат. Как она действительно ли дает большой объем. Ты зачем отрываешь? Все, 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 все. Дюма, Дюма. Все, разорил мамину посылку. Продолжаю свой влог. Хочу вам рассказать про батл. Я вчера по приглашению меня пригласили. Компания Air. И я решила поехать рэп батл. Я когда-то такие вещи видела в интернете, когда-то видела по телевизору. И знаете, у меня было всегда двоякое такое ощущение. Мне было любопытно. Думаю, о, какая-то вот новинка. Ну, именно для меня. Но я никогда не стремилась попасть, вот, можно сказать, на такой, как концерт. Не знаю, не хочу никого обидеть, но такие вещи, наверное, все-таки не для меня. Или это не мой возраст, или просто не мой вкус. Там очень много мата. Есть оскорбления друг друга. Вот. Давайте я вам покажу, чтобы вы, может быть, не понимаете, о чем я говорю. И вы глянете, и просто все поймете. И первый батл у нас Андрей. Главрец, 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 главрец. Нет, 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 sorry. Sorry, 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 Torich у нас первый батл. Анатолий Анатольевич, есть, все. Что ж, я выкидываю вот эту синюю хрень. Так, ребят, не забываем, да, если что, у нас есть шанс сделать стоп. Я, как бы, думаю, что не раз воспользуюсь этим шансом. Но я леду в микрофон и поехали. Так, музыку вообще на минус, диджея. Единственное, что от тебя требуется, это включать биты на третий раунд. Никаких отбивок, никаких флупов. Там, пау-пау, не на, нафиг. Ну, как я не отстал, молодцы же. Отлично. Мы и слушаем, и слышим вас, друзья. Я реально думал, что ты не пидор. Но когда ты пьешь воду из Майботл, это двойная сортира. Короче, Дима, пред нами боец свадебного фронта. И это явно не пример корпоративных мастодонтов. Дмитрий Белинский! Почему я замолчал? Просто про тебя инфы в интернете я не накопал. Дмитрий Белинский! Почему я вновь замолчал? Инфы снова не нашел, я проверял. Правда. Итак, пред нами Дмитрий Белинский. Знаешь, я попытался тебе что-то найти, но только Google смог мне помочь путь найти. Итак, 12-я страница Google. Дмитрий Белинский. Автор философской лирики. Сайт стихи.ру На котором они Легмеи, Богема и Сатирки. И знаешь, сначала прочитав пару их произведений, я подумал, откуда столько вожделений. А потом оказалось все очень просто. Оказывается, Димка так пишет себе свадебные тосты. Итак, начнем. Пау! Я читаю яскраво, іншемці, як страва. Я карадись, краюсь, постерігаю, нас граю не в дах, та граю римами в тах. Нібито-нібито відчай дух, я бачу спалах рук більших прух прах. Від тих, хто не б'є словом, наче батогом. На плаху ти, якщо не відчуваєш стильну трон, стигна трон. Та завже твій патрон, все пардон. Пора додому хлопчик, щенкопчик, затопчень твій чин. Відпочинь, та почни на ново. Як ми римами рваними, дано нам, як землі пану, на врожай. Я врожаю та жену навіть без ножа. Тому поспіши, поки ти пасмішки, я лише лише по смішки. Я би з задоволенням розтрощив тебе до внутрішній, вже давно пошвах тріщик. Те, що ти називаєш трущит, бо клоун ти на ділі, я й мовою не володієш. Твоя доля – це виліт у першому раунді. Не здатний піддати за взяттям дурнього. Одного куплету достатньо, аби винести тебе в курник. Це негатив, хай нагадає, статус не вдасть і та стисне. Головне у цій справі не піарний галас, а висливок. Все, мама снимає, все бояться заходить. Оказывается, такие батлли проходят довольно часто у нас в Києві. Я о них вообще никогда не знала і никогда не інтересовалась. Але, в принципі, під настроєння туди якось можна ще раз попасть, пойти. Але мені не понравилось то, що все-таки багато мата. Я якось, мат мене режет ухо, і я його не приємлю, мені його неприємно слухати. Плюс я провонялась именно сигаретним дымом, що я дуже-очень не люблю. І вот прям приєхала дому, я на себе чувствувала этот... В общем, я приняла душ, я постирала вещи, і пальто моє, любимо пальто, одеяло, оно тоже провонялось. Поэтому не могу сказати, що мені цей вечір особо понравився. Просто, знаєте, от того, що я із тих людей, які любят щось нове, відкрывати для себе, познавати щось. Мне було просто любопытно, і я, наверное, не жалею, що я поїхала, я вживую посмотрела, що це таке. І поняла, що, якщо вдруг мене ще раз пригласят, то, можливо, я вже і не поїду, посмотрю на настроєння. Вот, хотела вам просто показать, рассказать, как часто вы ходите на такі мероприятия. Может, вас мужья любят, потому что для мене це була новинка. Як ви к этому относитесь? І ще хотела розказати вам, наверное, вернусь к болячкам, не хотела говорити на каналі, але дуже багато девочек мене просило, говорили, знали, що Ника болеє, і говорять, на каналі розкажи, вот ви пошли к доктору, що сказав врач. Доміника заболела, як заболела? У неї була не температура, нічого, просто такая, як простуда. Ну, она посидела дома, вроде бы выздоровела, і я її відправила в школу, але она чуть-чуть покашливала. І прежде, чем отправити її в школу, ми пошли к врачу в поликлинику, він посмотрел, говорит, це остаточний кашель, не треба його залечувати, т.е. не треба никакі препарати давати, він сам пройдет. Ника йдет в школу, продовжує кашляти, 3 дня ходить в школу, а потом говорит, мам, мене заложило уш, я нічого не слышу. Но так как в нашій поликлиниці клору попасть почти нереально, то я везу її в частну клінику. Кстати, мені не понравилось, це именно называется поликлиника, т.е. все вместе, як поликлиника. Одна є на нас, на Григоренко, по-моєму, там більше-менше. Але ми поїхали на Дарницю, возле малышка, і там і администратору мені не понравилось. Ми коли прийшли, дуже грубе обращення, т.е. ми прийшли, по сути, не за безплатно, але отношення було таке, як в наших обычних господарственних поликлиниках. Т.е. мене вже насторожило, думаю, ну, ради Бога, це администратор. Врача була така ж. І що мені ще тож не понравилось, у Доміники не було ні температури, нічого, у нього просто заложені уші. Я думала, що можна бути у ребёнка пробки. Ей назначили антибиотики і сказали, що у нього двохсторонній етит. Що, скорей всього, що у нього жідкость за барабанно-перепонкой. Я ж не доктор, я ж не знаю. Ми купили все эти лекарства, ми купили, ну, масса реально, там, столько було лекарств. Ми начали, т.е. я начала не кидувати, я начала принимать, і після шести днів у нього не проходила ни кашель, у нього не проходили уши. Ксати, уши у нього не болели, у нього просто були заложені уші. І вони оставались заложеними. Т.е. пропили мы лекарства, лекарства закончились, у ребёнка нічого не поменялось. Я, конечно, отправила её в школу, потому что она много пропустила. Но я решила, що я это ж не оставлю, естественно. І ми пошли к нашому врачу, нашому педиатру в поликлинику. І я говорю, що так і так. Он посмотрел і говорить, що у нього нету отита. Скорей всього, що от того, що у нього заложений нос, у нього заложені уші. Т.е. це все от носа. То, що у нього насморк і от того, що у нього кашель, Скорей всього, що це аллергічна реакція. Я говорю, як, на що? Т.е. рівенок у мене не аллергик особо. Аллергії, по сути, бути не може. Т.е. ми нічого не меняли, все, як було, так і є. От чого аллергія? Врач мені сказала, що, що на погоду, ну, як на погоду. Влага, мороз, влага, мороз. І от з-за цього у нього така реакція. Кстаті, у мене це реакція теж, т.е. у мене то ж саме с носом в течіні трьох недель. У мальчика все в порядке, а у нас в такій ситуація. Он порекомендовал купить, потому що у нас немає, ми когда-то одалживали у знакомих, інгалятор. І прописав определенні препарати. Говорит, попробуйте їх, але вообще желательно. Кашель пройдет сразу же, якщо буде сухой воздух. Не буде вот этого перепада. Поэтому сейчас будем делать інгаляцію. І хотіла вас спросити по поводу ситуации. Тому що хто-то мене із дівчонок, кстаєте, спаціємо вам, советував от кашля Домініки разні препарати, піктусин советували. І я купила піктусин, она начала його приймати, але нічого не змінилося. Тому, якби така ситуація, що лекарства нам, Домінічки, не помогали от кашля. Т.е. она как кашляла три недели сухим кашлем, так і кашляє. Т.е. ми почали переживати, думали, може бути, це коклюш. Т.е. я із тих мам, які починають искати, кашляє просто так бути не може. І я починаю искати, де, де причина. Т.е. врач нашел таку причину. Т.е. наш врач, т.е. он у нас уже три года. Іногда я йому доверяю, іногда не доверяю. Но, в принципі, якщо проаналізувати, то обычно так і происходит, так, як він говорив. Тому, в принципі, треба доверять, навірно. Інгаляція. Інгаляція. По інгаляціям я тоже не мастер. Я не в курсе вообще, які є інгаляції. Мої мамочки, які я знаю, що дуже-очень опитні, подскажіть мені, помагіте мені. Вот. Рассказала. Тепер я хочу сказати, що у мене в планах поїздка в Харків. І вот сьогодні поговорила з дівчонками, була пряма трансляція. Кстаті, мені дуже нравится говорити з вами. В інстаграмі по прямой трансляції появилась така функція, і я безумно рада. Це гораздо краще, ніж перископ, тому що в перископі дуже багато извращенців, які постійно якісь глупості пишуть. А в інстаграмі дуже класно, тому що на тебе, хто підписаний, той туди і дивиться. І собираються всі ці дівчі, з ким ми общаємся. І так дуже получается, знаєте, так тепло, уютно, так душевно, тому вообще очень благодарна вам. Спасибо вам за ваши приятные слова, спасибо за поддержку, спасибо, що ви мене смотрите. Я вообще вас безумно-безумно обожаю. Понимаю, що, наверное, я би вже не змогла не бути блогером, тому що, ну як мені с вами не общаться, тому, пісім вам в інстаграмі дуже багато інтересних личностей, і мені подобається дуже листати фотографії, читати під фотографіями різні пости. Безумно це люблю. Моє утро починається именно с того, коли я відкриваю гляда. Первое. Раніше у мене починався з памперса день, а зараз з інстаграма. Ну, вот, як-то так. Так, що я ще хотела розказати, що я собираюсь в Харків, і вот в прямій трансляції як-то так получилось, що дівчці сказали, що може бути відбувається зустрічі. Тобто вони устроюють зустрічі в заведенні ШАТІ на... А, уліці забыла. Ну, де-то в центрі заведення ШАТІ. І в 3 часа ми будемо зустрічатися, поэтому хто хоче, хто із Харківа в суботу в 3 часа ШАТІ. Буду рада вас видеть. чи ви мене. Так получилось, що я йду к вам, а не ви ко мене. Так, що ще хотела розказати? Вот, я хотела розказати, що в Харків я їду туда-обратно. Я їду к стоматологу. У мене стоматолог так, що в Харківі, тому що я там коли-то працювала. і в Харківі я такого класного стоматолога не нашла. тому еду, буду отбеливать свою нижнюю ряд зубов, кое-что там ще доделаю, мені там треба. І хочу зайти в один магазин, мені посоветували один магазин, називається він Шифонер. Це не обичний магазин, це, як я поняла, судя з того, що мені розказали, це що-то вроде сакондхенда, але не сакондхенд. В общем, короче, я не знаю, і мені стало дуже-очень любопытно і інтересно. Оказывається, таких магазинів в Харківі дуже багато, ну, по-крайней мере, сказали, що ось трьох. Я блогер. Всю інформацію, що-то новеньке, інтересненьке, мені дуже хочеться розведати і узнати. Тому, дівчонки, напишіть, хто із Харківа, що це за магазин Шифонер. Я обязательно хочу туди попасть і посмотріть, що ж. Що ж це за чудо-магазин, о котором все говорять. На цьому я, наверное, свій влог закінчу. Мені дуже приємно з вами общаться. Спасибо вам большое, що ви у мене є. І, як обычно, ваше Запорожське. Люблю, цілую. Пока-пока.